Здравствуйте! Это суть дела. Сколько еще научных терминов придется нам с вами выучить, чтобы понять, какие процессы происходят в нашей экономике? Вот еще одно. Шринкляция. Яйца по 9 штук в упаковке. Пиво в бутылках и банках по 0,45. Производители, чтобы скрыть рост цен, стали снижать количество товаров в упаковке. После Нового года россияне обнаружили, что наряду с привычными упаковками по 10 яиц, на полках появились упаковки по 9 штук. За год куриные яйца подорожали на 26%. Об этом сообщает, кстати, Росстат. Больше них из пищевых продуктов, перечисленных в последнем отчете, подорожал только сахар на 28% с декабря 2017 по декабрь 2018. Представитель ритейлера Интерторг подтвердил, что в магазинах сети действительно продаются яйца, расфасованные по 9 штук. Подобная упаковка обнаружилась и в супермаркете Спар в Санкт-Петербурге. Ее стоимость составляет 64 рубля 90 копеек. В качестве производителя указана удмуртская птицефабрика Вараксина. Какие еще упаковки похудели в России за последние годы? Ну вот, пожалуйста. Фруктовый сок с 0,5 литров до 0,485. Коровье молоко с 1,5 литров до 0,95 и 1,45 соответственно. Сметана с 350 до 330 граммов и, наконец, до 315. Пористый шоколад в плитках с 90 граммов до 82. Майонез с 450 до 400. Сыр нарезка. Вместо 180 граммов появились две категории по 125 и 150. Тенденция к снижению количества товара в одной упаковке при росте цены на него в экономической науке по аналогии с инфляцией называется шринкфляцией. По-английски shrinkflation. Шринк по-английски значит «сужать». Ей подвержены многие товары – от кофе и фруктовых соков до туалетной бумаги. И бывает это не только у нас. Например, швейцарский производитель шоколада Tableron увеличил расстояние между треугольными зубчиками в своих шоколадных изделиях. Но впоследствии, после гнева потребителей, компания вернула знаменитой шоколадке классическую форму. Уменьшая объем товара, производители пытаются скрыть резкий скачок цены на товар для покупателей. А чтобы не отпугивать покупателя слишком быстрым или слишком большим повышением цены, супермаркеты и производители снижают количество товара в упаковке. То есть количество, объем или вес товара в упаковке меняются при сохранении старой цены. Расчет на то, что потребитель не обратит на это внимание, если не станет изучать данные на упаковке слишком внимательно. Чтобы покупатель не заподозрил изменения, внешний вид и дизайн упаковки при этом не меняются. Я думаю, мало кто из нас знает, каков сегодня вес батона хлеба или другого замысловатого изделия из хлеба. Цены на хлеб вроде бы и выросли. Ну, чуть-чуть. Но, собственно, хлеба мы за эти деньги получаем все меньше. Почему-то не удался только фокус с яйцами. До него все было тихо. Отдельные шутники злословят на тему о том, что в десятом яйце спрятана Кащеева игла. Более продвинутые называют это децимацией. Так в римской армии называлась казнь каждого десятого легионера за трусость в бою. Шутить, конечно, можно бесконечно. Жаль, что правительство не понимает, что с шлингфляцией шутки так же плохи, как и с инфляцией. Потому что по существу это она самая и есть. Это была суть дела. Все будет хорошо. Не сомневайтесь.